Адель Гарипов пропал 24 июня. В день исчезновения парень был со своими друзьями. Молодые люди проводили время на красном ключе. Конечно, выпивали. Известно, что вместе со своими приятелями Адель поехал к лодочной станции недалеко от базы отдыха Дубки. Там его и видели в последний раз. Товарищи молодого человека утверждают, что ничего не помнят. Мол, перепили. А когда очнулись, Гарипова уже не было. Документы и телефон молодой человек оставил в машине друзей. Десятый день родственники и друзья Аделя пытаются его найти. На помощь им пришел весь город. Мы встраиваемся в цепочку. Расстояние между людьми два метра. Не теряйте это расстояние. Ладно? Два метра. Потому что у нас были просто два случая, когда приходили ребята, из города и делали разбилку. И в этом месте, потом через месяц заходили человека. Понимаете? Медики, продавцы, водители, бухгалтеры и строители. Все эти люди не знакомы друг с другом, но их объединила одна цель – найти пропавшего Аделя Гарипова. Волонтеры прочесали все, что только возможно. Леса и поля в округе, заброшенные здания и дачи, овраги и рвы. Но результата это не принесло молодой человек, словно в воду канул. Нет ни одной зацепки, которая бы привела к его местонахождению. Неизвестно даже, жив ли юноша. Родственники парня в отчаянии, надежда увидеть своего сына, брата-племянника живым, тает с каждым днем. Но поиски до сих пор продолжаются. Полиция просит всех, кто обладает какой-либо информацией, способной вывести на след Аделя, позвонить по телефону 02. И это не единственная пропажа в Нижнекамске. Сразу же после исчезновения Гарипова еще одна семья забила тревогу. 23-летний Артем Савельев в полчетвертого утра ушел из дома и не вернулся. Его искали шесть дней. Жители города запаниковали, некоторые всерьез заговорили о серийном убийце. Слухи о маньяке развеялись, когда субботним утром тело Савельева обнаружил рыбак. Сотрудникам полиции предстоит выяснить, что же с ним случилось. Рассматриваются две версии – суицид и несчастный случай.